МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Синькин, здравствуйте. Для нашей республики коневодство – это очень важное направление. В Издревле башкирский народ живет рядом с этими замечательными животными. Скажите, пожалуйста, какую долю этот вид деятельности занимает в общей структуре сельского хозяйства и вообще в жизни республики? Ввиду того, что по количеству поголовья лошадей на сегодняшний день республика занимает лидирующие позиции, в принципе, она и исторически всегда занимала лидирующие позиции. Поэтому сказать конкретно я вам не скажу, но долю какую-то определенную львину она занимает и в сфере АПК республики Башкортостан. Вот ровно 30 лет назад была зарегистрирована официально лошадь башкирской породы. Что произошло с тех пор, как позволила эта регистрация продвинуть, так скажем, бренд республики, один из брендов, башкирскую лошадь на российской, на мировой арене? Что сейчас она из себя представляет? Действительно, в 2020 году мы будем отмечать своеобразный юбилей. Это официальная регистрация башкирской породы лошадей. Что сказать о текущем состоянии? Ну, здесь ситуация двоякая. В принципе, много работы было проделано для того, чтобы зарегистрировать официальную эту породу. Много, в принципе, делалось и в период 90-х, начала нулевых годов. Есть, конечно, у нас, как у Центра компетенции, занимающегося непосредственно племенным учетом и централизованным племенным учетом, есть, конечно, и вопросы на сегодняшний день, которые требуют решения и актуализации. Поэтому той работой, которой нам поручено, мы сейчас занимаемся в полном объеме, занимаемся со всеми хозяйствами, которые занимаются разведением башкирской породы лошадей. И надеюсь, что в ближайшие годы, точнее, в ближайшие 4 года, будет выпущена государственная племенная книга о башкирской породе лошадей. Это будет неким своеобразным результатом деятельности нашего учреждения по племенному учету башкирской породы лошадей. Дамир Русланович, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет лошадь башкирской породы? Сколько сейчас их насчитывается в республике? Заинтересованы ли коневоды в содержании, разведении этой породы? В чем ее преимущество? Точную цифру, естественно, сейчас сложно будет сказать. Есть официальная статистика, которая говорит, что на сегодняшний день зарегистрировано в республике порядка 112 тысяч поголовьев лошадей. Но насколько это объективная цифра, это вопрос со стороны специалистов, он всегда оспариваемый. Но в личных подсобных хозяйствах тоже не посчитаешь. Конечно. Поэтому, понятно, преимущества разведения башкирской породы, они своего рода есть, это с точки зрения экономики, наверное, все-таки малоприхотливые животные, которые, в принципе, могут удивлеваться, то есть кормить себя круглый год. За счет этого меньше затраты на их содержание, в отличие, допустим, от лошадей спортивных пород. Но я думаю, здесь у меня больше коллега поддержит, какими-то комментариями по поводу непосредственно как хозяйственника, как руководителя завода. Да, Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас лошади башкирской породы, в чем ее преимущество, так скажем, почему вы их содержите, если есть? Да, Фимский конный завод – это предприятие с большой историей, он образовался в 1936 году, то есть также на базе Фимского конного завода был цех по производству кумуса, он в конце 50-х годов. То есть и на базе конного завода, совместно с Бенцхей, вот как раз в 80-е, 70-е и в 90-е это зарегистрировали башкирские породы лошадей. Это занимались ученые из сельхозинститута, получается, на то время было сельхозинститута. Также это башкирский научно-исследовательский институт. И вот все это действие возымело свою цель, и было это зарегистрировано башкирских пород лошадей. На данный момент в Фимском конном заводе находится только маточного состава 922 головы. То есть и несмотря ни на что, на тяжелое, скажем так, время, свое время было, конный завод вел полный учет, регистрацию карточки племенной. Ну, весь тот атрибут, который должен конный завод им непосредственно регистрировать, производить и все делать. То есть это вот такое уникальное хозяйство, которое вот до сих пор существует, работает, ну, развивается, конечно. И все-таки это какой-то, скажем так, вектор по племенной башкирской породы лошадей. Потому что у нас есть вот главный зоотехник, он кандидат сельскохозяйственных наук, непосредственно ученица тех людей, кто защищал и регистрировал башкирскую породу лошадей. То есть у нее хорошее знание. Также непосредственно у нас вот только недавно на пенсию ушли женщины, кто тоже непосредственно с опытом работал по 30 лет в коневоз, непосредственно в конном заводе. То есть такое уникальное хозяйство, что, в принципе, ну и я могу сказать не только, допустим, по конному заводу, но еще и в Башкирии все-таки есть такие большие у нас хозяйства, кто занимается непосредственно разведением башкирской породы лошадей. А в чем и уникальность? То есть она, как Дмитрий Руслан сказал, очень неприхотливая. То есть выживает в любых условиях. Холод, голод, скажем так, снег, вода. То есть отселекционированы до довольно-таки до безумных результатов, скажем так. Такая уникальная порода. И вот если судить в размерах всей страны, не каждый регион может похвастаться, что у него есть своя порода лошадей. А вот Республика Башкорсонская, можно сказать, да, у нас есть... Вот как я сказал, бренд республики. Да, бренд республики, да. Ну что мы можем показать? Мы можем показать, это мед у нас есть и башкирская лошадь. Остальное, в принципе, у всех все есть. Ну, вот такая уникальность. Но еще уникальность кумыса в том, что мы не просто разводим, мы еще и их доим. Они у нас еще и производят кумыс, по-моему, дают молоко, и мы производим кумыс. То есть такая довольно-таки порода и под воду, и под воеводу, и кумыс, и все. И, в принципе, мы довольны. Раз уж вы завели разговор о кумысе, насколько продуктивна лошадь башкирской породы, да, и насколько вообще сейчас вот это направление кумысотделания развивается в республике? Есть ли спрос на него? Кто заказчики? Есть ли заказчики вот со стороны? Ну, кумысотделие у нас в республике развивается, идет, в принципе, своим чередом. Кумысотделие есть, есть фермеры, новые фермеры, кто занимается непосредственно производством кумыса. Но Уфимский конный завод это такое хозяйство, которое занимается производством кумыса именно на базе башкирской лошади. И у нас лошади отселекционированы в пользу молочной продуктивности. И довольно-таки приличные они результаты дают. Можете в цифрах как-то сказать какие-то объемы вашего производства? Да, естественно. Вот если уж, как говорится, сравнивать время советское время, когда была регистрация башки с породой в данный момент, то есть в советское время Уфимский конный завод, как он был, когда сказали, монополитство производства кумыса, были мелкие хозяйства, и особый конкуренцию никто не заставлял. И Уфимский конный завод до 250-270 тонн кумыса производил в год. Это значительные объемы. Да, но в то же время, в советское время... Вот, кстати, у нас графика как раз. Да, в советское время все-таки кумусом обеспечивались и все туберкулезные диспансеры, больницы, санатории. Тракториции были своего рода. Да, да, да. А потом как-то немножко это все пропустилось на самотек. Но сейчас вот с поддержкой и Минсельхоза нашего, и вот что создали органы такой, который аккумулирует все коневодство. Да, я думаю, все-таки мы это движемся вперед и будем так развиваться. А скажите, пожалуйста, а с чем связано повышение спроса на этот полезный продукт? Какие-то, может быть, разработки ученых есть? Как-то люди поверили в то, что кумыс действительно полезный и важный продукт в лечении и профилактике различных болезней. Здесь дело в том, что, в принципе, все новое, это хорошо забытое, старое. Понимаете, в свое время кумыс активно использовался при лечении тех же самых заболеваний, связанных с легкими, и, в принципе, как бы имел положительные какие-то результаты. Сейчас, конечно, тенденция несколько иная. Мы понимаем, что есть сложности вообще в популяризации этого напитка, но понимаем, каким способом эти моменты устранить. Говоря о полезных свойствах кобылевого молока и продуктов из кобылевого молока, здесь можно речь вести о кумысе. Понятно, ценность этого кумыс-лечения имеет место, но в то же время не совсем освещена полезные свойства при производстве детского питания, продуктов, косметики, все, что можно делать из этого производного кобылевого молока. Поэтому здесь, конечно, планируется, и мы неоднократно в межрежественных совещаниях обсуждаем вопрос, каким образом нам до масс, непосредственно до людей донести полезные свойства продуктов из кобылевого молока. Есть какие-то у нас наработки, есть понимание, как с этим бороться и как это дело преодолевать. В этом году все-таки наконец-то начали реализовываться проекты, которые длились на не один год, связанные они как раз с поддержкой связанных с производством кумуса, с дотацией и субсидий со стороны Республики Башкорстан. Здесь, конечно, это даст определенные положительные плоды непосредственно для производителей этой продукции. Томир Русланович, ну уж, коль вы заговорили о программах поддержки, вообще, какие существуют госпрограммы, методики различной поддержки именно фермеров-коневодов, чем можно воспользоваться и какие суммы получить на начало дела своего, на развитие? Безусловно, Министерство Светского Хозяйства, как Российской Федерации, так и непосредственно Республики Башкорстан оказывает в исполнении всех программ, федеральных законов, принятых на соответствующих уровнях, оно проводит реализацию всех этих программ непосредственно на местах. И Республика не исключение, здесь различного рода есть программы, как для так называемых стартаперов, которые начинают свой путь в этих отраслях, так и соответственно меры поддержки уже непосредственно производителей. В частности, мы говорили о определенных дотациях производителям Кумуса, есть определенные дотации на приобретение племенных лошадей, есть определенные субсидии, дотации на возмещение части затратной и подробной испытания. То есть, в принципе, этот комплекс мер, который долгое время формировался, в этом году, можно сказать, он начал уже конкретно реализовываться. И понятно, что в ближайшее время мы ждем от этого экономический какой-то эффект. В виде, может быть, роста количества организаций, фермеров, которые будут заниматься коневодством, так и, в принципе, может быть, качественного улучшения поголовья лошадей. Мы с вами обсудили, так скажем, экономическую составляющую возможности содержания лошадей башкирской породы и вообще лошадей в принципе в республике. Хотелось бы поговорить о таком досуговом направлении, в частности, спортивном направлении. С недавних пор в республике проходит большой проект Эра-Башкири. Расскажите, пожалуйста, о нем. На каком он сейчас этапе проведено несколько крупных мероприятий и в районах, и на уровне республики на ипподроме. Безусловно, этот год для нас такой знаковый, потому что впервые начал проводиться конный турнир Эра-Башкири. Это уникальный проект. Уникальность заключается в том, что в России аналогов такого нет. Особенностью является ввлечение всех муниципалитетов, а их у нас 54, в этот турнир. Соответственно, этот турнир позволил нам выявить определенные сложные моменты, которые есть в этой отрасли. Мы понимаем некий лакмус, для того, чтобы понять, на что нужно обратить внимание непосредственно на местах. Соответственно, с помощью этого турнира мы это все дело видим. В 2020 году, надеюсь, у нас будет планироваться проведение второго этапа. Этот турнир будет ежегодный. Я думаю, что основная задача привлечь не просто людей на ипподром, а в целом сделать его как ранее было таким популярным местом. Я имею в виду ипподром Акбузат. И в принципе, как бы все идет... Вы чувствуете вот этот отклик со стороны людей? Безусловно. То есть, интерес у людей есть, отрадно это видеть, отрадно видеть это в цифрах людей, которые приходят к нам на мероприятие и понимать, что это все делается в первую очередь для людей, для наших жителей, для наших земляков. Александр Анатольевич, свою позицию по этому поводу выскажите. Насколько это важно, нужно? Это такая уникальная отрасль, где есть свои специфики это коневодство. А турнир Терра-Башкирия это за последнее время довольно-таки существенный шаг в развитии непосредственно коневодства и башкирской лошади. Это потому, что раньше было сложно привлечь на ипподрон зрителей и все остальное. В этом году я был очень удивлен, потому что приезжают люди, мои знакомые приехали из районов, кто никогда особо-то не занимался, скажем так, коневодством. У них есть твоя лошадь, сын скакал, отбор в районе там это закончился, он прошел и все, и он выступает. Я думаю, если мы это поддержим, мы первое, это привлечем очень много жителей из муниципалитетов, чтобы они участвовали в этих скачках, молодежь, это молодые люди, самое главное, что они все-таки будут как-то изинтересованы, это же спорт. Ну и чтобы у нас ипподром заработал, заработал именно для людей, как Дамир Усланович сказал, чтобы не было два-три человека сидел на трибунах, а чтобы была своя интрига, чтобы люди были, интересно это прийти, это редко, когда вот в этом году, конечно, смотришь, прям весь ипподром у нас заполненный, люди идут, и тут и кофе продают, и иконный мир снимают, то есть довольно-таки хорошо, это самое главное, начать, понимаете, потому что вот у нас в этом году, конечно, это прошел в Каневодстве, существенный рывок в поддержке Каневодства, потому что раньше такого внимания особо не уделяли, со стороны главы республики в том числе. И главы, да, и на местах работа идет, Минсельхоз, и вот с министром на контакте абсолютно хорошо. Ну что ж, я благодарю вас, да, что вы пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы, удачи вам в вашей работе, спасибо. А я напомню, что в нашей студии был директор Центра компетенции по коневодству и конному спорту Акбуза Дамир Исеев и генеральный директор Уфимского конного завода 119 Александр Синкин. Оставайтесь на РБКУ.